Как только наступила пандемия, владелец этого склада не стал терять времени даром. Организовал подпольное производство антисептиков. Можно в розницу, можно оптом в канистрах. 23-летняя девушка, которую задержали полицейские, как раз продавала 20 литров такой жидкости. Нажиться на дефицитном товаре решил и этот предприниматель. Никаких документов на продукцию у него не было. А эти так называемые бизнесмены решили заработать уже на масках. Естественно, незаконно. Продавали большими партиями без лицензии и сертификатов. Всего обнаружено 10 тысяч штук по 34 рубля за маску. Некоторые умудряются нахимичить и со справками. На этой неделе с поддельными документами сотрудники полиции задержали двоих жителей республики. Один из Нижнекамска, другой из Челнов. Справки якобы от работодателя мужчины предъявили намеренно. Видимо, не знали, что за такое нарушение грозит арест на срок до 6 месяцев. В погоне за прибылью коронавирус не пугает и владельцев заведений. Вот, к примеру, Альметьевск. Здесь кафе работало в обычном режиме. В момент проверки находился посетитель, который ожидал свой заказ. Владельца общепита теперь ждет штраф. 100 тысяч рублей заплатит и владелец одного из кафе Казани. Во время проверки полицейские установили, что продукцию посетителям продают через кассу внутри помещения. На Казани ждет распространителей фейковой информации. Одна из последних по продуктовым наборам. Пожилым людям приходят сообщения с просьбой перезвонить на номер и озвучить фамилию, имя, отчество, адрес, возраст, номер телефона. Этого делать нельзя ни в коем случае. Алия Харуддинова, Зарина Ахметова, ТНВ, Татарстан. Все новости дня. Выпуски программы «Новости Татарстана». Программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube канале ТНВ. Подписывайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...